Вот он, семикратный олимпийский чемпион. Устал, облокотился на спортивный снаряд. За эту скульптуру общественная жюри Владимира проголосовала единогласно. Её автор, Владимир Ацелья Шанин, потратил на памятник больше двух с половиной лет. Изготовил около десяти вариантов. Были там и олимпийские кольца, и флаги, но решил скульптор всё-таки обойтись без пафоса. И мне хотелось сделать так, чтобы вот, как будто бы он устал после выполнения упражнений, и вдруг его кто-то окликнул, и он буквально вот так вот головой чуть-чуть вот среагировал. Отдухотворить его, сделать его живым, чтобы он... Я думаю, что мне удалось. Тут есть некоторые варианты, которые... Я иной раз сам хожу, когда на него смотрю. Всего на общественный суд представили пять работ. Их автора, скульптора Москвы и Владимира. Акцент делали в основном на медалях и олимпийском постамете. Повековечить гимнаста хотел и Игорь Черноглазов. Многим его работа нравилась. Но сын олимпийского чемпиона поддержал Шанина, как только увидел его скульптуру. Когда вообще зародился от идеи, чтобы сделать памятник отцу, я в своей голове прокручивал какие-то варианты, какой бы я хотел его видеть. И когда я увидел проект Ильи, у меня такое ощущение, что он в моих мыслях побывал. То есть, вот, это было примерно вот так вот, что он воплотил в жизнь. Казалось бы, самое сложное уже позади. Ведь вариант памятника утвержден, место, где его установить, тоже уже определили. Он появится в Андриановском сквере. Но главный вопрос, когда? Ведь на бронзовую фигуру, гранитные постаменты, облагораживание территории нужно не меньше трех миллионов рублей. А собрали пока только 150 тысяч. Увековечить память известного Владимирца пытались за счет горожан. 150 тысяч рублей – это именно народные пожертвования. Их собирали почти два года. Но сегодня, когда проект полностью готов, общественники все-таки надеются получить более весомую поддержку. Причем не от населения. Мы надеемся на Министерство спорта, которое, в общем-то, уже написало, что они готовы оказать помощь, но вот нужен только номер счета. Надеемся на Олимпийский комитет. Ведь Николай Ефимович – семикратный олимпийский чемпион. Если бы за этот год сделать, это было бы здорово. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.